На свалках под высоковольтными линиями или на болоте многодетные семьи в России, которые годами ждут положенных им земельных участков, зачастую получают их там, куда даже добраться невозможно, не говоря уже о строительстве и проживании. Люди стараются избавиться от таких подарков или выходят на митинги, как, например, в Приморье. Там участки для многодетных семей выделили в непролазном лесу на сопках. Недовольных тысячи. Ольга Герасименко расскажет подробнее. Своей квартиры у Елены Федосеевой нет. Она живет в общежитии. Многодетная мать воспитала шестерых детей. От государства получила награду медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Местные власти дали Елене участок земли под строительство загородного дома. Мечта всей жизни, казалось, начала сбываться. Провели нас через калиточку. Показали участки все, где размечены. Участок у нас оказался вот за этими сейчас заборами. Мы приехали как-то проведать, хотели на участок посмотреть, что там и как. Мы приехали опять туда же, но калиточка была закрыта и написано, что это частная собственность и вход туда воспрещен. Объездной маршрут удалось узнать у жителя дачного поселка. Небольшой крюк, километра два. Куда дорога будет? Вы не в курсе? Ну, очевидно, это массив для многодетных. Вот это будет дорога, да? Ну, хорошо, спасибо большое. Строительную грунтовку отсыпали для другого поселка, но по ней можно подъехать к подножью сопки, на которой Елена получила землю. Вот сопочка, где находятся наши участки, на которую нам забираться, забираться. Вид, как говорят риэлторы, на миллион. Хорошо приехать на выходные, разбить палатку, помечтать, глядя на горизонт. Но доставить сюда строительные материалы можно разве что вертолетом. Ситуация, в которой оказалась Елена Федосеева, типичная. С еще одним обладателем даренных соток продираемся через пьяный лес. Многие деревья здесь кривые, отсюда и местное название. Возможно, так первопроходцы осваивали Дальний Восток 400 лет назад. Дикий лес, ни воды, ни света, ни коммуникаций никаких нет. Вот этот участок, по мнению администрации города, соответствует требованиям ИЖС. Под дома для многодетных семей в непроходимом лесу было выделено 96 участков. Их даже разметили красными ленточками на стволах деревьев, кадастровые номера и никакой стройки. Митинг небольшой, но собравшиеся выступают от имени нескольких тысяч многодетных семей. Ситуация у всех одна. Люди требуют от властей региона обеспечить земельные участки подъездными путями, электричеством и водой. У краевой администрации свои аргументы. Если бы мы строили дороги от проекта до полного асфальтирования, то только в 2016 году нам необходимо потратить на одни дороги 7 миллиардов рублей. Так, для сведения, все дороги Приморского края, весь дорожный фонд Приморского края 5,2 миллиарда рублей. Первые деньги в муниципалитеты уже ушли. Постановление можно найти в архиве документов на официальном сайте администрации Приморского края. В 2014 году 74 миллиона 400 тысяч рублей. В 2015-м 5 миллионов 169 тысяч. По сравнению с миллиардами, о которых говорил вице-губернатор, цифры совсем небольшие. Логично предположить, что с таким финансированием процесс может затянуться на годы. Но жизнь одна, и люди, не дожидаясь лучших времен, уже начинают избавляться от земли, подаренной государством. Есть люди, которые оценивают свои силы и понимают, что дом они не могут построить в принципе никогда. То есть единственный путь это продать этот участок, какие-то деньги добавляют, может быть добирают ипотекой и остаются в городе. Галина при нас звонит по объявлению. Скажите, пожалуйста, а почему продаете, в связи с чем не хотите строиться? То есть какая причина? Дело в том, что как бы я не потяну, я знаю это, и как бы не потяну, и вот это же строится там. По всему Приморскому краю многодетным семьям выделено почти 6 тысяч участков земли. За разрешением на строительство обратилось только 16 человек. Заросшие лесом сопки еще будут раздавать. 2000 семей ждут своей очереди. Сколько из них тут же пойдет в риэлторские агентства, зависит от действий краевых властей. Ольга Герасименко, Сергей Зенин, Дмитрий Климов, Первый канал.